Еще один грант из солнечного Крыма привезли ивановцы. Накануне завершилась пятая по счету смена Всероссийского молодежно-образовательного форума «Таврида». Ее участниками стали преподаватели истории и сотрудники музеев со всей страны. Последние на главной творческой площадке оказались впервые. Представительство нашей области на Тавриде было весьма существенным. Иваново на Тавриде! Виктория Неткачева, педагог художественного училища, презентовала на Тавриде проект «Незведанное кемере». Освященный истории и географии Крымского полуострова. Он получил одобрение и финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей. Он будет состоять из трех следующих этапов. Это проведение конкурса детских рисунков, это проведение викторин для старшеклассников-студентов и проведение Всероссийского конкурса искусствоведческих работ. По итогам всех трех мероприятий будет издан уникальный сборник искусствоведческих работ, который поможет преподавателям спецдисциплины мировой художественной культуры в школах. Большая часть граната пойдет как раз на создание красочного сборника по итогам реализации проекта. А сама идея, что называется, лежала на поверхности. У нас празднуется очень активно 18 марта, присоединение Крыма к России. Но, к сожалению, все сводится к митингам, к проведению. Молодежь очень категорично к этому относится, она даже немножко отрицает это. Поэтому хотелось бы провести то, что будет интересно, и что будет еще также привлекать их внимание с точки зрения культуры. Я преподаю в Ивановском художественном училище, и поэтому знаю, что тема культуры, скажем так, ребятам дается хуже всего. Мы уже часть этого проекта провели в Ивановском художественном училище в этом году. И поэтому было интересно как раз подать этот грант на Тавриде, чтобы получить дополнительное финансирование. После встречи с экспертами было решено его как раз видоизменить и создать вот этот сборник работ, потому что вот этот как раз уникально. Квесты проводят все, но вот именно конечного культурного результата нет ни у кого. Анна Залетова, еще одна участница форума из Иваново, только начнет преподавать историю в школе. На Тавриде она почерпнула для себя много интересного. Запомнились лекции, потому что вынесло очень много полезной информации, особенно как для статуса будущего педагога. Очень важная для меня была лекция про новые способы введения системно-деятельностного подхода в школе. Если мы будем разговаривать о внеурочной программе, то все мероприятия, которые устраивались на форуме, они были очень интересными, очень запоминающимися и разнообразными. Это было важно лично для меня, поскольку каждый участник мог выбрать то, что нравится ему. Константин Равецкий на встрече с министром образования и науки России Ольгой Васильевой, которая прошла на Тавриде, смог задать вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользовании Русской Православной Церкви. Таврида отличается чем от других, даже от института или от других видов образовательной деятельности? Тем, что там как-то по-семейному строятся отношения, то есть можно даже министру образования, даже высокому чиновнику задать вопрос, который тебя интересует. То есть, что я и сделал. Почему именно ей такой вопрос? Потому что она все-таки писала диссертацию по религиозной тематике, то есть отношения Русской Православной Церкви и, соответственно, государства. И мне было очень интересно все-таки ее мнение по данному вопросу, по Исаакиевскому собору. Хотя смена длилась меньше недели, как говорят участники, впечатлений хватит на год вперед. А грусть расставаний сменит мечты об очередной поездке на Тавриду. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.